Я хочу предложить Ирине. Покажи мне, когда и при каких обстоятельствах ты попала в плотную мерность планеты Земля, что привело тебя сюда. Покажешь? Да. Это похоже на энергетический шторм, то, что я вижу. Идет такое завихрение энергий, то есть такое неспокойствие энергетическое. Буря, я бы сказала. И зрительно это выглядит, как волны во время шторма, но так заворачиваются бурнами такими. Да. Я перепроверила, это истинная картинка. Почему картинка стала статичной, Ирина? Да. Да. Достаньте блокировки, которые мешают тебе все это самой увидеть. Твоя рациональная часть выразила намерение все увидеть, все осознать и освободиться от всего, что держит ее в плену, этой мерности. Да. Изымай. Что это за блокировка? Забвение. Ты уже слилась со своей памятью, с частицей сознания, заблокированной в матрице. Да. Теперь призымай все эти пленки. Да. Мощная блокировка. Да. Положила на рабочий стол. Нужна ли она тебе будет? Она установлена когда? Печать первого воплощения. Тогда тебя заблокировали. Все. Я поняла. Так. В настоящее время можешь это уничтожить? Нет. Пока еще невозможно. Печать не снята. Хорошо. Покажи мне дальше. Что происходило? Ну вот, опять задвигалась. Очень-очень темно-синее сверху нечто надвигается. И вот это волнение энергетическое, оно оказывается внизу, а темно-синее какое-то давление, как будто подминает под себя эти буруны. И они становятся более плоскими. Что это означает? Давай посмотрим иначе на эту ситуацию. Как ее воспринимала ты? Ты находилась в это время в Аватаре? Нет. Ты мне показываешь свое пространство? Да. Хорошо. Покажи мне с другого ракурса, из центра. А если это твое пространство, ты как центр галактики, как центр своего пространства, своей Вселенной, покажи мне с этой точки зрения. А, вот она говорит о том, что на окраинах ее пространства пошли волнения. Некие в Авалгине, она говорит, смущения, энергетические возмущения. То есть речь идет не об эмоциональных возмущениях, как я понимаю. Речь идет о том, что что-то внедрилось и нарушило спокойствие и гармонию твоего пространства. И это давление происходило, вот как ты мне показала, какой-то темно-синий напор энергии. Причем она мне так показывает, интересно. Эта темно-синяя энергия, она, не знаю, для космоса это как-то неправильно. Но я вижу, что она прямая, как плоскость. То есть вот сфера твоего пространства и некая плоскость стала подавливать и сдвигать. Да, по всему объему, по всей... Так, давай я посмотрю с другой точки зрения, отлечу подальше. Дальше. Да, некое давление. И это... Это энергия антимира, это захват. Да. Хорошо. Тогда покажи мне тот момент, который предшествовал этому давлению и этому внедрению. Давай на один, два, три. Так, спокойствие и гармония. И вот идет какой-то, как первый звоночек, как будто первое проникновение чего-то. Что это? Давай поближе рассмотрим. Программа. Программа неудовлетворения, неудовольствия, не... Недовольство. Вирусная. Проникает действительно, как мелкая частица, незаметная вирусная частица. Проникает. И следом за ней еще, и еще, и еще, и еще. И вот это недовольство возбуждает энергии, и не соответствует по вибрациям тому, что в пространстве и вины, и вокруг нее, как иммунитет срабатывает, и естественные гармоничные энергии закручиваются, как бы блокируя каждый из этих вирусов. Блокируя и пытаясь растворить. Но напор слишком велик. Атака. Атака. Неудовольствие. Недовольство. Так, каждая из частиц, опять же, давай посмотрим таким образом, речь идет о твоем пространстве, о твоем сердечном пространстве, да. Оно же твое галактическое пространство, да. То есть некий вирус проник одновременно, получается, и в твое пространство, и пространство, твое вот вселенское, духовное, космическое, да. И в то же время ядро твоего сознания, да. Так, теперь ты увидела, что произошло, и увидела самый первый момент. Ты помнила о нем? Нет. Хорошо, теперь ты знаешь. Поэтому ты можешь еще раз возвратиться в момент до первого проникновения и уже отследить своим вниманием, откуда идет это воздействие, кто его производит, кто есть хозяин, кто инициатор. Откуда это пришло? Все, что есть во Вселенной, порождено кем-то. Поэтому вот здесь и сейчас, поскольку ты зафиксировала проникновение в твою энергосферу и сферу твоего сознания, ты вправе привлечь инициатора и исполнителей. Да, она это делает. Да, она это делает. Голова светлая, а щупальца темные. Голова светлая, а щупальца темные. Так, заблокирую его, а то он здесь что-то расшалился. Заблокирую его в том моменте. Есть. Да, помести его в энергосферу. Подними свои вибрации, рассветись и вспыхни, стань всем. Да, сделала. Вот теперь ты совладаешь с любой сущностью, с любым сознанием. Да, заблокировала. В зеркальную сферу лучше, потому что вот он сейчас пытается гипнотические энергии, вытаскивая сейчас из глаз эти кристаллики. Возвращай ему. Отдала. Да. Хорошо. Теперь я хочу просканировать, является ли он светосознанием. Нет, он программа, имеющая разум. То есть некое творение. Чье творение? Да, он действует таким образом, но он не является светосознанием. Поэтому сейчас, Ирина, ты вправе подтянуть его создателя. Кто его создатель? Давай на один, два, три. Искуситель. Да. Приветствую тебя. Да, мы будем встречаться многократно. Я проверю, считаю сейчас твое эфирное ДНК. И уровень светосознания, если позволишь. Да, позволяет. В том моменте, когда был произведен захват пространства, вторжение в энергопространство Ирины. Не возражаешь? Делай, говорит. Хорошо. Может быть, примешь все-таки форму в соответствии с своим эфирным ДНК? Да, сделал. Все равно форма изменяется. Дай полюбоваться. Конечно. И все-таки. Светосознание. Да, это светосознание. Да, это архангел Люцифер. Светоносный. И уровень света. 48. Да. То есть это что было? Самое начало игры? Да. 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 Это было самое начало игры в третью мерность для светосознания. Верно я понимаю? Да. На каком из уровней Ирина дала согласие, давала ли ее высшая проекция, согласие на любом из уровней, на участие Ирины в этой игре? Была такая договоренность? Да. 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 Он говорит, да, правила игры. Ты подошла близко. Ну что ж. Будем расследовать дальше. Но пока мы работаем с Ириной, поэтому не будем отвлекаться. Работай, говорит. Хорошо. Ирина, в данное время ты осознаешь и понимаешь, да, с кем тебе пришлось столкнуться в той мерности, в том пространстве, где ты даже не была воплощена. Да, говорит, понимаю. И ты знаешь, на каком уровне существовала договоренность. Сейчас ты считай эту информацию. Твое высшее, высшее духовное Я, как я понимаю, дало согласие на твое участие в этой игре. Это так? Да. Это так. Хорошо. Ты оспаривать это решение станешь? Нет. Но само воздействие исключить, я считаю, необходимо. Это так? Да. Хорошо. Только так можно предотвратить. Выйти из игры можно, только найдя вход в нее. Это верное утверждение. И Ирина и Люцифер отвечают одновременно «да». Итак, мы сейчас нашли вход в эту игру. Да? Я сейчас еще раз перепроверю, не является ли это иллюзией. Истинно. Мне просто идет истинная. Это истинный вход. Тогда, Ирина, воля твоя. Ты можешь еще раз вспыхнуть, если в этом чувствуешь необходимость, и предотвратить, перепрожить. Иначе те моменты, когда было произведено это воздействие. Избежать этой вирусной информационной атаки со стороны спрута. Да, она мне показывает. Да, она вспыхнула. Она выставила заслон. О, она таким импульсом света. Это не просто заслон, она просто стеной света. О, как интересно. Она растворила эта темно-синяя, за которым прятался этот спрут. И она информацию дает в ядро сознания искусителя. Искуситель? Да. Они оба соглашаются, что это название лучше сейчас употребить. Это имя. Дает информацию в ядро сознания о том, что это недопустимо. Да, что она не принимает этого воздействия. И что она изменяет свое намерение подвергнуться этой атаке. И с этого момента она, вплоть до момента здесь и сейчас, перепроживает, пересматривает весь событийный ряд, «Извлекает все последовавшие события». Угу. Да. Пересматривает все свои действия и взаимодействия. И исправляет их. Также извлекает все последствия воздействий на ее энергосферу и своих воздействий на чужие энергосферы. Вот она говорит, я обретаю первичную целостность. Хорошо. А все чужеродное. Она фильтрует. А вот какой-нибудь интересный фильтр. Что ты отсеиваешь? Поясни мне, пожалуйста. Она говорит, опыт. Вот. Она информацию просеивает и оставляет себе исключительно опыт. Встрет встраивает его. А все чужеродное, негативное, травмирующее. Да. И все эти последствия. Что с ними? Вот как интересно. Ты возвращаешь их? Да. Люцифер, ты принимаешь это? Да. Но она ему с большим почтением и уважением просто передает в некую сферу заблокированное вот все то, что считает излишним для себя и уже ненужным. Да, она оставляет себе только опыт, а остальное возвращает Люциферу. И я хочу спросить Люцифера, это является твоей кармой? Нет, смеется. Чем же это является? Говорит, подлежит утилизации. Почему, Ирина, почему сама не стала это уничтожать? Она говорит, что могла бы передать своему высшему, высшему духовному Яну в конечном итоге. Все равно это послание пришло бы именно к Искусителю. Да. Вот он говорит, что поскольку он является родоначальником этой игры, как показывает, поскольку он развернул поля этой игры, то он их и сворачивает. Вот как. Ну да, естественно, потому что его выход из игры тоже находится там же, где вход. Вот, верно. Благодарю за пояснение. Так, с этой ситуацией мы завершили, Ирина. Да, завершили. Хорошо. Я благодарю тебя. Благодарю тебя, Искуситель. И он нас благодарит. Да, отстраняюсь от этой ситуации. И предлагаю Ирине сейчас пройти по тому пути, по которому ты проходила, вплоть до капсульной системы, когда ты входила в эту мерность. Это важно, поскольку ты в настоящее время воплощена, и выходить из воплощения у тебя планов нет. Поэтому мы идем по всему твоему пути во все более плотный мир. Покажи мне, как это было. Ну, я вижу, что перемещается Ирина в виде ангела. Перемещается по пространству. Действительно, облик ангела, вот, взрослая фигура, похожая на античную статую и огромные белые крылья за спиной. И вот это воздействие, которое мы рассматривали как вторжение в пространство, в этом ракурсе, под этим ракурсом выглядит, как налипание вот этой смоленистой, темно-серой липкой массы на крылье. Да, и некое утяжеление, в результате идет утяжеление и блокирование духовной сути. Вот, Ирина говорит, испачкалась и возроптала. Я верну, слышала? Да, говорит. Возроптала. Против кого? Создателя. Понятно. Понятно. То есть, ты была в числе тех ангелов, которых называют падшие ангелы, присланные на землю Люцифера? Нет. Ты из числа ангельского воинства. Вот она мне говорит, что она из числа ангельского воинства, архангела Михаила. Да. И напоминает мне о красном мече. Да. Я переспросить хочу, архангел Михаил. Истинно ли то, что говорит Ирина? Она из числа ангелов твоего ангельского воинства. Верно? Да. 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 Какое имя, Ирина, ты носишь как ангел? В этой ипостаси ангельской каково твое имя? Первая буква А. Вторая буква З. Да. Третья буква В. Да. Четвёртая буква А. Да. Пятая буква Э. Да. Шестая буква Л. Да. Л мягкая. Да. Итак, твое имя в ангельской ипостаси Азваэль. Да. Архангел Михаил, ты подтверждаешь это? Третья буква Азваэль, ты подтверждаешь, Михаил? Приветствую тебя, сестра. Да. Мое имя Даниэль. Подтверждаешь, Михаил? Да. И мы оба ангелы ангельского воинства Архангела Михаила в этой ипостаси. Ипостасей очень много, есть более высокие, есть более низкие, но в ангельской ипостаси мы оба в воинстве Архангела Михаила. Он обнимает нас. Хорошо. Благодарю. Благодарю. Продолжаем наш сеанс. Я отстраняюсь от этой ситуации. Продолжаем наш сеанс. То есть произошло некое утяжеление. И, соответственно, да, и ты опускалась во все более плотные мерности и произошел в какой-то момент захват. Давай посмотрим, каким образом произошел захват твоей энергетики, твоего сознания. Да, в той вероятностной линии, которую ты уже перепрожила, но она привела тебя на этот путь и в этот сеанс. Поэтому мы должны пройти по тому же пути, чтобы последовательно отменить для различных твоих проекций это событие. Ну вот, она мне буквально показывает падение. Картинка рисует... Я понимаю, что на самом деле было немножко иначе, но образно она рисует мне таким образом, что крылья перестали ее удерживать, и она стала вот падать, кувыркаться, падать все плотнее, плотнее, плотнее. На самом деле ты проходила уроки погружения в аватары, да, во все более и более плотных мерностях, да, по доброй воле уплотнялись мерности, или она мне уже упоминает о карме, что, вступив единожды на этот путь, чрезвычайно сложно и почти невозможно удержаться на том уровне и пребывая в забвении своей истинной сути, в забвении своего единства с первоисточником, вступив во взаимодействие спящих сознаний, так или иначе сознания скатываются во все более плотные мерности. Да. Бывало ли ты в более плотных мерностях? Скажи мне. Да или нет? Бывало ли воплощена? Да или нет? Нет. То есть пространство Земли, 3D, это самое плотное, что ты испытала? Да. Хорошо. Но до этого был у тебя ряд воплощений инопланетных, как я понимаю? Да. На планете Земля в более высоких мерностях были воплощения? Да. Атлантида она мне называет. Хорошо. А до этого? До Атлантиды? Да. Тоже были. Понятно. В первой и во второй цивилизации? Да. А Атлантида была четвертой по счету? Пятой. 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 Понятно. Хорошо. В первой, во второй и в пятой на Земле, да? Или еще в каких-то? Ну вот, говорит, в шестой. Да. Согласна. Первая, вторая, пятая и шестая. Верно. Хорошо. Благодарю тебя за пояснение. Итак. И вот показывает, то есть тебя как ангела, да? Как ангела поработили. Верно. Или может быть этому предшествовало какое-то инопланетное воплощение. Мне это очень важно знать, поэтому покажи, пожалуйста, точно, что предшествовало твоему воплощению на планете Земля в мерности 3D. То есть некая битва, да? Некая битва. Все-таки ты была в ангельском образе. Да. Битва была в ангельском образе и... Как ты это называешь? Уступила и проиграла. Да. Поясни еще раз. Что-то там в этом слове проиграло, мне не понравилось. Ну вот она говорит об этом вирусном заражении ее сознания, которое мы видели в начале. И она говорит о том, что она приняла условия игры темных и проиграла. То есть забыла о том, что есть свет, что сама по себе является светом и стала играть по правилам темных. Да. И это... Она так показывает, подрезала. Подрубила ее основу. Она показала, вот буквально, как будто топор ударяет по дереву, и дерево падает. И сразу вот дерево падает и показывает, как она, вот ангел, кувыркается, крылья слипшиеся. И она кувыркается вниз и падает во все более и более плотную, как по туннелю идет, во все более и более плотные мерности. Все, я поняла. Теперь ты это видишь. Теперь ты это знаешь. Ты можешь этого не допустить. Да, она это предотвращает. Именно тогда тебя заблокировали, и вот она говорит, показывает мне, что вот по туннелю не просто падало, а туннель был искусственно созданный, вроде ловушки. И она угодила в эту ловушку. И на каком этапе печать первого воплощения? Вот она показывает мне капсульная система. Да, и интерференты. Ух ты, ироидная матка тут же. Собственные персоны, что ли? Да. Хорошо, я поняла. Давай, посмотрю твою энергосферу. Затылочная часть в области атланта. И так вдоль шеи справа. Так вдоль шеи справа и вниз почти до сердечной чакры. В энергосфере, вот, вернее, в проекции, как будто разрез не заживший. Вот сейчас вынимай оттуда, что там находится. А там пластина, как голографическая, такая прямоугольная, длинная вставка. На что она похожа? Покажи мне. Да, я прочитаю. Принадлежность. Звучит как прописка. То есть, получается, что твою душу поработили, и вот этим имплантированием, это как клеймо, тавро, да? Да. Чипирование. Прописка. На планете Земля. Навечно. Без права покинуть ее. Был ли заключен какой-то контракт, помимо того, что это было вставлено в твою энергосферу? Да или нет? Где это записано? Потребуй все записи. Да, вот она, книга появляется. Найди в ней свое имя. Да, нашла. Так, хорошо. Поскольку ты перепрожила уже тот момент вирусного заражения, ты также перепрожила, соответственно, момент блокирования вот этой смолой твоих крыльев. Да, удалила. Ты изменила само событие, ты его аннулировала. Поэтому ты вправе отказаться от статуса жертвы, от статуса побежденной, от статуса проигравшей. Да, вправе. Вот она изменяет на панели принятия решений, свое решение подвергнуться этому вирусному заражению, подвергнуться этой атаке, этим воздействием. Она отказывается от статуса быть жертвой, быть плененной и быть принадлежностью кому бы то ни было, принадлежать кому бы то ни было. Да. Она изменяет это свое решение, и, соответственно, в этой книге она выжигает свое имя, все. Его не осталось, она его стерла. Она уничтожает эту печать, клеймо это, печать первого воплощения. Она обращается к свету первоисточника и говорит о том, что она просит прощения за то, что в какой-то момент отвернулась от него, чтобы пройти по пути познания себя без вне присутствия его всеобъемлющего мудрого любящего руководства. Она говорит, что ушла в зону тени. И в данное время готова возвратиться полностью. И для этого производит полное очищение своего сознания. Вот я вижу все. Блеснул, просто блеснул. Свет первоисточника пролился на нее. Она опрощена, она протягивает руки, ее просто омывают насквозь. Свет первоисточника и очищает ее от всех этих последствий, ну, скажем так, игрового порабощения. Сделано. Так, хорошо, я проверяю сейчас ментальную карту Ирины. Да, печати первого воплощения нет и последствий также нет. Хорошо, ты можешь теперь в том моменте в капсульной системе, если ты хочешь, поскольку было все-таки произведено внедрение в твою энергосферу, и ты общалась с интерферентами, с роидной маткой, то можешь вспыхнуть и произвести те воздействия, которые посчитаешь нужным, я наблюдаю. Ну, а буквально отлетает в сторону от капсульной системы, сворачивает ее всю в одну точку. И она сворачивает такой плотно и опять достает, что опять красный меч, да, красным световым мечом вот так раз рассекает. И частицы света устремляются к первоисточнику, а вот эта первоматерия, она просыпается вот в какую-то первичную, нулевой уровень. Да, расформатировала, по сути, делала одним ударом этого своего меча. И опять красный свет. Я верно тогда считала, это праведный гнев или все-таки... Мне слово гнев не нравится, это все-таки очень эмоционально как-то. Она говорит, меч возмездия. Летно, я поняла. Да, улыбается. Меч возмездия. Ну, хорошо, пусть будет так. Она говорит, безэмоционально, по заслугам. Как скажешь. Как скажешь, благодарю. Хорошо, идем дальше. Отстраняемся от этой ситуации. И самое-самое первое воплощение тебя отправляли, уже имплантировав. Речь идет о воплощении уже в земном аватаре материальном, органическом, белковом. Да. И, соответственно, заблокированном. Да. Поэтому я предлагаю тебе сейчас, поскольку вот свет первоисточника рядом с тобой, ты с ним слита. А можешь вернуться в тот момент, в котором мы уже были. Да, своя эталонная ДНК. И есть скрин. Хорошо. Она мне напоминает, что вот я не озвучила, а подумала об этом. Когда мы возвращались до вирусного заражения синими энергиями, у меня промелькнула мысль, надо сказать, и снять скрин. Она мне сейчас напоминает, что мысль же промелькнула, я уже сделала, говорит. Но это телепатия. Я не так быстро озвучиваю, как оно происходит на самом деле. Да. Вот, хорошо. В таком случае ты можешь сейчас отказаться от этого испорченного аватара и выстроить, для первого же земного воплощения, выстроить свой аватар земной тела. То есть все вот эти тонкие тела и физическое, органическое тело выстроить в соответствии с эталонным ДНК. И войти в первое свое воплощение на землю, в эталонном. Ну, ты же богиня, ты можешь. Да, можешь. Я просто переспросила, да, действительно можешь. Поэтому делай. А я возвращаюсь, когда вся эта работа будет завершена по исправлению твоего земного аватара. На один, два, три. Да, внесла исправление и... Да, и пошла по своему лучу, по своему сценарию в первое земное воплощение. Есть нужда показать мне его. А у нас с тобой остались еще контракты. Да. Контракт на это воплощение. Когда был заключен? В первом же земном воплощении? Нет. Так, а магический? Тоже нет. Ну, в любом случае, ты из этого момента, в котором мы находимся сейчас, и когда ты воплощаешься в уже исправленном земном органическом аватаре, вот из этого момента просвети все свои земные воплощения и сделай очень-очень важные дела. Измени все событийные ряды, исправь все, что необходимо исправить, извлеки те события, которые посчитаешь нужным извлечь или изменить, а также все последствия, да, все возникшие привязки к людям, местам, событиям, эгрегорам, кому бы то ни было, чему бы то ни было. Извлеки, расторгни и произведи полный энергообмен. Да. Так, хорошо. Изыми информацию о себе из всех эгрегоров, религиозных, государственных, из всех этих памятников, из всех упоминаний в литературе, в кинематографе и так далее, и так далее, и так далее. Информационно восстанови свою информационную целостность, чтобы, упоминая твое имя из раза в раз, миллионы раз, не растаскивали. Твою энергию. Да, она это делает. Да, вплоть до момента здесь и сейчас, и я возвращусь, когда вся эта работа будет завершена. На один, два, три. Да, сделала. Хорошо. Мы возвращаемся в поле сеанса. И я хочу сейчас попросить Ирину показать мне, когда и при каких обстоятельствах ты подписала свой действующий контракт. Либо сначала магический нужно, как скажешь в сеанс твой. Магический контракт? Нет, всё-таки основной. Хорошо, покажи мне, пожалуйста, тот самый момент, ключевой, когда ты подписала свой действующий контракт на это воплощение. Ну, я и вижу какие-то воздушные бои. Сейчас я поподробнее посмотрю, о чём идёт здесь речь. Это на земном плане. Только это на физике или в эфирном пространстве? Я ещё не поняла. На физическом плане. Авиация. Вторая мировая война. Ммм. О, как. Большой самолёт. Что это? Почта? Да, почта. Два пилота. И ещё кто-то. Да, ещё кто-то. Экипаж три человека, верно? Да. У тебя мужское воплощение? Нет. Женщина, лётчица. Да, такой интересный какой-то. В общем, такой шлемофон странный, как у танкиста. Или у лётчиков тоже были такими. Во всяком случае, что-то похожее. А, похоже. Зима, зима. Холодно. И в кабине-то как холодно. А, и вот, и одеты пилоты очень-очень тепло одеты. Буквально он ты на ногах. И такие, я не знаю, что это, меховые или ватные, какие-то ватные штаны. Какая-то вспышка справа. Я просто сейчас смотрю с места правого пилота. Ты была правым пилотом, да? Да. Да, правый пилот. Так. То есть, подожди, что, два штурвала в этом самолёте? Один штурвал. Один. Почему я тогда вижу справа, а не по центру? Справа я вижу штурвал. Не знаю, что это за модель самолёта. Почему-то так видится. Так. И вижу вспышка справа. Это зенитки, да? Да. Ночь. Снежинки. И вы на малой высоте. Да. Так. И ещё впереди. И ещё впереди один взрыв. Яркий такой. Так. Секунда, я понаблюдаю, а то и пока говорю. А. Штурвал вправо. Крен. Уходите, да? Всё-таки подбивают. Да. Урёв какой. Ой. Парашют. Нет, не успели. Сейчас я со всех сторон посмотрю. Понятно. То есть самолёт падал, пилот уже погиб. Да. Где это было? Где это было? Покажи географически на карте. Показывает мне Тверскую область. Ближе к Белоруссию. Ближе к Белоруссии. То есть Тверская область ближе к Белоруссии. Я поняла. Вывезли почту. Вывезли почту. Да. И ты была пилотом? Да. Как долго ты воевала? Ну, в месяцах. Напиши мне. Или скажи. Три с половиной месяца на фронте. Хорошо, я поняла. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Соответственно, нужно будет информацию из бессмертного полка также свою выдернуть. Чтобы твои энергосферы во время всех этих траурных мероприятий не выдёргивали энергию. Потому что те, кто считает тебя мёртвой, причисляют тебя к мёртвым, а ведь ты жива. Вот это несоответствие в энергетике, оно ослабляет. Ослабляет жизненный потенциал живущих людей. Этот культ смерти, который насаждается всеми религиями, всеми традициями, он очень и очень истощает энергосферы живущих людей. Ослабляет всех нас. Поэтому нужно пытаться этому противостоять, насколько это возможно. То есть во время взрыва пилот погиб мгновенно. Осколочное ранение. И вот показывает мне... Так, секунду, я посмотрю, левый или правый висок. И вообще, раки, я покажу, где в теле это может просто отзываться на физике в этом воплощении. Покажи мне, как это было. То есть разорвался, получается, снаряд рядом с кабиной пилота справа. Да. Соответственно, ранение в правую часть головы, справа в голову. Ну, вообще, множественно. Потому что фюзеляж, частицы фюзеляжа после взрыва, так же. Ну, в общем, правая сторона... Да, я предлагаю тебе сейчас перепрожить вообще эту ситуацию. Или сначала посмотрим, когда подписывала контракт. Сначала перепроживем. Да. Хорошо. Да сделай это. Ну, вот. Она от полета не отказывается. Она все-таки летит. И... Да, она просто знает, что будет... Будут работать зенитная батарея, и она в эту зону просто не влетает. Она обходит иначе. Ну, там кто-то стучит, там, радис, что ли, сзади. Интересно так. Да, она обходит сзади... Обходит... Левее? Да, левее. Она вот эту зону обстрела просто обходит левее. И поднимается выше. Да, очень холодно. Она говорит, что было очень холодно. И поэтому... Она шла в более низком эшелоне. Эшелон? Да. Шла более низким эшелоном. А тут она поднялась выше и обошла левее. То есть она избежала этого смертельного ранения, этой катастрофы. Да, хорошо. А теперь покажи мне сам момент подписания контракта. И поскольку ты все это перепрожила, да? Покажешь мне, как сложилась твоя жизнь после того, как ты выжила. Да? Да. Давай по твоему сценарию, как это было? Вот, показывает мне День Победы радостный. Да. И возвращение домой. Ну, героиня летчица. Чудно. Что, у тебя в то время и ребенок уже был? Да. И ты его оставила с родителями, да, когда ушла на фронт? Да. А что тебя принудило пойти на фронт, деточка? Скажи-ка ты мне, пожалуйста. Какие блокировки, какие шаблоны? Ведь женщин не мобилизовали. Ты же пошла добровольцем. Она показывает, что она до войны в Досаафе была. Нравилось летать, и поэтому... То есть ты пошла не добровольцем? Добровольцем, говорит. Могла летать в тылу. Понятно. И все-таки где та программа, которая принудила тебя, заставила тебя? Почему ты пошла на фронт? Мстить. Все, я поняла. Мстить фашистом называется. Хорошо, кто такие фашисты? Вот сейчас, в данное время, скажи мне, пожалуйста, кто они? Люди. Верно? Люди, управляемые сущностями. И программами. Хочешь ли ты в данное время пересмотреть вообще весь этот сценарий своей жизни? И не идти воевать с людьми по наущению интерферентов? Да, говорит, хочу. Хорошо, давай так и сделаем. Да, она показывает мне, что она не идет на фронт вообще. Да, она уезжает в тыл. 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 Самолет уже взорвался, упал на землю. Твоя душа вышла уже из тела, но твое сознание продолжает видеть, что ты летишь. Да, и тут радист, кричит что-то, говорит что-то. Что он говорит? Ну-ка. Он говорит, нужно снижаться. Да. И ты даешь согласие. Да. Да, да, да. И на эфирном плане я смотрю, что происходит дальше, когда ты говоришь «да, да» со стороны. То есть некая капсула, в которой находится твоя душа, вышедшая из земного аватара. И для тебя интерференты создают некую иллюзию, что ты продолжаешь еще лететь. И отвечаешь на вопрос радиста, либо на его предложение. И отвечаешь «да, да, да». И твое, получается, подсознание ставит подпись на контракте на следующее воплощение. Да. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Вот это иллюзия, вот это уловка. Понятно. Теперь ты это увидела, верно? Да. Ну, дальше. Ну, дальше твое решение в этом моменте подписывать ли такой контракт. Нет, говорит, ни в коем случае. Ну, потребуй тогда его и в том же моменте, в котором тебе его обманным путем дали на подпись. То есть его и под контракт тоже. Ну, давай я считаю, что у него написано. Контракт. На три земных воплощения. Сейчас как это смысл? Согласие на снижение. То есть снижаться сказал, да, ты сказала, да, 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 все снижаться. На снижение вибрации. Записано согласие на снижение вибрации, на снижение мерности, на уплотнение пребывания, на согласие на пребывание в более плотных слоях. Да, а под контракт? Собственность. Понятно. Но они на все ставят клеймо собственность, товарные знаки, штрих-коды. Они очень хотят, чтобы мы им принадлежали безраздельно. Властвовать и владеть. Ну, что будем с контрактом делать? Подписываешь? Нет. Напиши тогда на нем. Расторгло. Да, и тут же все копии, все приложения к этому контракту. Призови. Да, уничтожила. Сам под контракт. Да, вот он, видишь, на каменной скрижале прям. Так же пиши. Расторгло. Да, раскрошила, сожгла. И все приложения, все копии, все последующие документы. Уничтожила. Замечательно. Возвращаемся в момент здесь и сейчас. Перезапись. И я проверяю сектор контрактов. Контракта на это воплощение нет. Под контракта нет. И печати первого воплощения тоже нет. Остался магический контракт.